Хорошо. Итак, мы посмотрели алфавит, посмотрели, как это пишется, посмотрели, как это произносится. Теперь несколько слов по поводу правил чтения греческой буквы. На самом деле, правил совсем-совсем немного. Если кто-то из вас изучал английский язык или французский язык, то это, конечно, кошмар, потому что в английском тексте, особенно поначалу смотришь на слово, и зачастую вообще не получается догадаться, как это произносится. Или во французском тоже, да, вот такое вот слово. А произносится три звука, это, оказывается, все один звук, обозначает, это вообще не произносится и так далее. Это какой-то кошмар произношения. Так вот, что касается греческого текста, то очень простые правила произношения, практически всегда произносится все в соответствии с тем, как представлено в алфавите. Альфа, а, бета, б, гамма, д, 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 эпсил, д, з, з, з и так далее, и так далее. Есть только парочка особенностей или исключений, о которых мы сейчас с вами поговорим. Первое связано с произношением гаммы. Обычно гамма произносится как «г», но в нескольких сочетаниях гамма произносится не как «г», а как «н». На самом деле, конечно же, есть буква «ню», «н». От «ню» гамма, произначающаяся как «н», отличается чуть-чуть тем, что оно произносится в нос. Называется назальной гаммой, в нос произносимый. Гамма как «назальная» произносится в четырех случаях. Она так произносится перед другой гаммой, перед «к», «х» и «кси». Если, кстати, вы обратите внимание, как образуются эти звуки «г», «х», «кси», «г», «кс», они все образуются вот здесь. «Г», «х», «кс». Поэтому вот два звука «г», «г», «кх», «кс» и так далее, образующиеся в одном месте, видимо, даже уже поэтому произносить неудобно. И сочетание «г», «гг» превращается в «нг». Сочетание «гг» превращается в «нг» и так далее. Ну и просто посмотрите на слово «ангелос». Это не «аггелос», это «ангелос», «ангелос». Сочетание из двух гамм – самое часто встречающееся сочетание. Остальные встречаются очень и очень редко, но две гаммы встречаются постоянно. Поэтому запомните, чтобы ангелов «ангелосами» не называть. Итак, первое отличие от алфавитной записи – это гамма перед «г», «к», «х», «кс» читается как «н». Второе отличие связано с так называемыми дифтонгами. Они у вас в учебнике тоже описаны. Вообще, чем мы сейчас с вами занимаемся? Мы фактически произносим некоторые вещи из записанных в учебнике, но произносим так более пространно, более подробно. Почему мы с вами это делаем? Но чтобы вы и лекции послушали, и учебник почитали, и от пространных рассуждений, от повторения, от чтения учебника процент усвоения материала был бы повыше. Поэтому я и произношу какие-то вещи, которые вы, конечно же, слегка можете прочитать, но просто, исходя из того, что повторение мать учения, в учебнике все дифтонги вы тоже найдете. Например, раздел 3.5. Что такое дифтонги? Дифтонг – это две буквы, которые вместе произносятся как-то особенно. Ну, две гласные, да. Дифтонг – это две буквы, которые не произносятся по отдельности, а формируют некий единый звук. Например, буквы Альфа и Йота, когда они стоят вместе, они не произносятся как АИ. Ну, мы могли бы подумать, АИ – это произносится, но не сливаются в единый звук АИ. Ну, один слог получается – АИ. То есть, это просто сокращается, как и краткое, практически русское, произносится – АИ. ЭИ – произносится как ЭЙ. ОИ – произносится как ОЙ. Так что вот есть ряд дифтонгов с Йотой. И – произносится как ЭЙ. То есть, АЙ – ЭЙ – ОЙ – ЭЙ. Первый набор дифтонгов с Йота, и когда Йота сокращается, это такой вот призвук дает. Второй набор дифтонгов с УПСИЛОМ, которая в данном случае произносится не как У, а тоже сокращается, и такой призвук краткий, практически как УВ. АВ начинает звучать. То есть, АУ, АУ – начинает звучать, как АЛ. Начинает звучать как Л. Тоже, опять же, видите, один слог. То есть не АУ, АЭУ, ЭУ, АУ, АУ. И в этом ряду самый необычный, ну и поначалу это чуть-чуть сбивающий с толку вариант, это сочетание омиконсубсил. Они не произносятся ни как о-ю и ни как о-у, а произносятся просто как у. Очень похоже на обычную русскую. Вот это вот буква-сочетание, оно просто произносится у. У его нужно запомнить и соответствующим образом просто как у произносить. Ну и это даже уже не дифтонг, здесь не два звука, а один иногда называют диграфку. Так что вот в сочетании йота и ипсел в сочетании с предыдущей гласной начинают либо кратко произноситься, либо вот в случае сочетания у-у просто звучит как у и все. Иногда так случается, что в йота в сочетании с предыдущей гласной вообще перестает произноситься. Это случается, если предыдущая гласная долга. Все эти сочетания ай, ой, ой, уй – это сочетание краткой гласной с йотой. Но если гласная предыдущая долга, а потом еще идет йота, часто йота перестает произноситься, но из соображений узнавания нами грамматический фон пишется. Такие дифтонги называются несобственными, и йота, чтобы мы знали, что она есть, и мы понимали, ну просто, что тут какая-то грамматическая форма, предполагающая йоту, и мы не запутались, это спасибо издателям, древние греки так, конечно, не делали, но издатели это делают. Йоту эту подписывают под буквой, и мы получаем а, э, о, здесь долгая, здесь долгая, и здесь долгая, о, и йота больше никак не читается, такие дифтонги называют несобственными. Ну и последнее, что касается чтения дифтонгов, на что нам нужно обратить внимание, и иногда требуется греческому автору, чтобы два подряд стоящих гласных звука, которые обычно образуют дифтонг, произносились по отдельности. Обычно это в каких-то именах. Ну, так вот нужно, чтобы в имени два звука стояли по отдельности, а у вас в учебнике в качестве примера использовано имя Исаиас. Исаи. Да, его не надо читать. Исаиас, а из И, С, Э, Са, И, Ас. Вот как отдельные слоги надо, чтобы оно произнесено было. Тогда над вторым звуком, который мог бы послужить к образованию дифтонга, ставят две точки. Это называют знак диорезы, и это обозначает, что это не дифтонг, а два отдельно произносимого звука. Кстати, забавно, но в древних рукописях Нового Завета иногда мы можем встретить знак диорезы в тех случаях, где не просто два отдельно произносимого звука стоят, а где разделяется слово. Например, в манускрипте П-54 век там самым древним, пока обнаруженых манускриптов Нового Завета, такой маленький фрагментик из 18 главы Евангелия Таана, мы видим знак диорезы, который указывает на границу между двумя словами. Я уже говорил, повторюсь, что в новозаветные времена не ставили проблемы белой между словами, весь текст писали слитно, безо всяких пробелов. Ну, кстати, можете попробовать написать слитно русский текст, это не такая катастрофа, вы его сможете прочитать, просто это менее удобно, пробелы появились чуть позже, но в каких-то местах, чтобы не возникало двусмысленности, вот этот знак диорезы мог обозначить, да, вот здесь одно слово закончилось, а другое слово началось. Ну, вот в смысле такого слова разделения, диореза, конечно, сейчас в современных изданиях Нового Завета не употребляются слова разделенные, но вот если внутри слова два обычно образующих дифтонг звука нужно произнести отдельно, эта диореза ставится. Вот, собственно, пока все существующие в греческом языке правила произнесения обув читаются в соответствии с тем, как лопавития, гамма, пи, г, к, х, к, с, читается как н, и звукосочетание со второй йотой, ай, эй, ой, эй, в этом сочетании образуется дифтонг, то есть йота становится, читается как раз, краткое сочетание со второй упсилон, а такие как ау и эй, опять же, упсилон сокращается, как призвук начинает звучать, а омикрон и упсилон вместе читаются как у, там где-то внизу подписано, она не считается вообще, ну и если есть знак диореза, две точки, то звуки считаются отдельными. Все. Вот все возможные правила чтения букв в греческом языке. А если вы запомнили, как произносится какая буква, запомнили несколько дифтонгов, вы фактически уже можете достаточно правильно произнести написанное греческое слово. Правда, нужно еще учесть некоторые дополнительные знаки, ударение, придыхание и так далее, о которых мы поговорим с вами чуть позже. Хорошо. Последнее, что нам с вами нужно обсудить, то, с чем мы сталкивались с вами несколько раз, это когда я говорил, а вот другое произношение, а вот в Византии, а вот потом поговорим. Речь идет о том, что то прочтение греческих бог, которое мы с вами озвучили, не единственное возможное прочтение. Греческий язык развивался, изменялся, в том числе изменялось и звучание слов, звучание букв в греческом языке. Современные греки говорят не так, как говорили древние греки. Они по-другому произносят многие слова. Более того, с буквы теперь обозначают часто другие звуки. Есть, кстати, спор в отношении того, как именно все звучало в времена Нового Завета. И этот спор связан с двумя подходами к озвучиванию греческого языка. Один подход связан с именем Иразма, Иразма Утрадарский, очень известный человек, сыгравший большую роль в истории информации, правда, как противника или оппонент Лютера, но также, как и человек, многое сделавший для просвещения, и в том числе издавший первый, но печатный Новый Завет на греческом языке. Так вот, Иразм старался при работе с греческим текстом воспроизвести древнее отеческое произношение греческого текста. Как вообще можно исследовать древнее произношение? Как определить, как в древних афинах, как что-то могло звучать? Ну, например, из древнегреческих авторов мы читаем, что древнегреческие речки издавали звуки, описываемые ББ. И, зная, как те звуки издают современные овечки, мы примерно можем догадаться, что современные, что древние, не как вот, созвучны друг другу. Поэтому через звукоподражательные слова, кое-что мы можем о древнем произношении выяснить, через некие фонетические законы, помните, я обсуждал ГКХ, ДТТ, БПФ и так далее, через выражение греческих слов в латинском языке, когда латиняне своими латинскими буквами записывали греческие слова, и поэтому можно судить о том немного, как они их слышали и так далее. Есть разные способы. Так вот, если были некие попытки предприняты, трудно сказать, насколько удачные, но все-таки, есть спор, но все-таки были попытки предприняты восстановить классическое отическое греческое произношение, и вот это вот такое восстановленное отическое произношение, его использовал разум, и более-менее это произношение используется в данном учебнике. Есть другой подход, связанный с именем Релиха, Релиховский подход, который настаивал на том, что нужно пользоваться не какой-то академической реконструкцией, а пользоваться реальным греческим языком. Во времена там разного, в наше время, есть настоящие греки, говорящие по-гречески, которые как-то произносят свои греческие буквы. Так вот, второй подход – это использовать греческое, в общем-то, современное греческое прочтение. Ну, современное греческое прочтение, оно корнями уходит в Византию, можно говорить где-то и о византийском прочтении, тоже греческого текста, которое вот было в те времена. Ну, в смысле, почти современное, Эразму и остальное. Эразму жил вскоре после разрушения, после захвата Византии турками. И многие греки бежали из Византии на запад, так что вот, бежавшие из Византии греки принесли по многому греческий язык, греческую культуру, греческие источники, и этим самым очень обогатили Европу. Поэтому, да, Византия пала, но получившая такую культурную прививку от Византии, Западная Европа вошла в эпоху Возрождения. Так вот, нужно говорить вот как эти греки произносят, и они тогда и сейчас примерно похожим образом говорили, это второй подход к произношению греческого текста. Причем греки многие звуки, многие буквы читают совсем не так, как вот в этом восстановленном отечественном диалекте. Какой вариант лучше? И какой вариант ближе к первому веку? На самом деле, мы до конца не знаем, потому что первую веку уже не отеческая эпоха, это уже Кайне, язык, мы помните, говорили, претерпел многие преобразования, и из-за слияния, и перемешивания кучи диалектов, и из-за того, что это часто был язык не родной для людей, и люди на завоеванных македонским территориях учили его в качестве второго языка, это такой язык международной торговли, международного общения, и поэтому он трансформировался, на него латыни оказывало какое-то влияние, другие языки, поэтому, конечно, Кайне первого века, это совсем не этический диалек, и, может быть, он ближе к современному по звучанию, чем, собственно, к этическим своим истотам, к тому же мы их еще восстанавливаем, и трудно сказать, насколько точно восстановили. Но так уж сложилось в академической среде, в семинарской среде, что вот это вот эразмовое произношение в большей части семинарских курсов используют по той причине, что оно проще для замучивания. Дело в том, что в современном греческом произношении очень многие буквы произносятся одинаково. Например, это произносится как И, упсю произносится как И, йота произносится как И, дифтонг Эй произносится как И, дифтонг Уй произносится как И, дифтонг Уй произносится как И. И шесть различных вариантов написания звучат совершенно одинаковым образом. И поэтому, услышав и в современном греческом тексте, и не зная точно слова, вообще не догадаетесь, как его написать. И вот этот разрыв между звучанием и написанием, он, кстати, вам может быть знаком по-английскому или французскому, например, вот этот разрыв, он делает изучение языка более сложным. И так как наша задача не поговорить с древними греками, они все умерли, и даже если мы не очень хорошо произносим их слова, они уже теперь не успеют обидеться, а наша задача прочитать, понять текст, для этого он учится языку, то вот такое немного искусственное, атическое, ну или эразмовое произношение мы с вами будем использовать. Ну, если вы хотите просто представить себе различия между тем и другим произношением, то, во-первых, можете сейчас послушать чтение Нового Завета, ну, первой главы Евангелия Таана, в разном произношении и в современном любви и людского произношения. Пожалуйста. 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 На Русь все приходило через Византию, под влиянием уже византийского, греческого языка, в том числе и кириллица создавалась, то поэтому русское «в» именно через «б» была и выражено. «Гамма» произносится как «и» краткое, когда стоит перед гласными, ну или «в», когда стоит в других каких-то положениях. «Дельта» произносится как «ж» английская, «тэ» произносится как «з» английская, «зэ» как «з», помните, «зоопар», не «зоопар», «зоопар», «з» как «з», ну я уже говорил, это «эпсилон» как «и». И на 26-й странице в учебнике вы можете увидеть, как произносятся лифтонги. «Эй, ой, ой» произносится как «и», «ай» вот это немного трудно запомнить, произносится как «э», ну и «ау» как «ав» или как «ав», и «эл» как «эв» или как «эф», ну тут может быть не слишком большая разница в произношении возникла. Так что имейте в виду, что есть другая традиция чтения, может быть вы встретите с людьми, которые придерживаются такого подхода, или которые учились исходя из такого подхода. Может быть встретить современные греков, да, конечно же, они по-современно-гречески будут читать это. И еще, может быть, одна сторона, один нюанс, где нам полезно знать о втором варианте произношения, таком византийском, современно-греческом, это понимание, как русские слова сформировались под влиянием греческих. Чтобы лучше себе это представлять, давайте мы посмотрим с вами несколько греческих слов в иразмовом и в рейхлиновом произношении и посмотрим, какие русские слова от этих греческих слов происходят. Несколько имен собственных и просто несколько обычных слов, которые потом привели к образованию от них новых русских слов. Итак, первое слово в эразмовом произношении звучало бы примерно как азенай, в рейхлиновом произношении афине. Ну, на самом деле, от эту я произношу здесь как ф, это такое вот, таким образом через Византию заимствовался этот звук в русских словах, поэтому мы будем более-менее произносить ее сейчас как ф. И слыша от азенай, достаточно трудно догадаться, с каким названием мы имеем дело. Афине напоминает название Афины, то есть, собственно, так мы и называем этот город. Второе географическое название Айгуптос или Эгиптос. Опять-таки, в византийском произношении гораздо легче различить Египет, ну и вообще не только это, но и очень-очень многие слова через Византию, через византийское происхождение пришли в русский язык. Вот, например, название Бетлеем, которое не очень привычно звучит для нашего уха, хотя если вы знаете еврейское название того места, где родился Иисус Бетлеем, том хлеба, то вы видите, что греческие авторы, видимо, пытались воспроизводить именно это название. И, кстати, это одно из свидетельств того, что, может быть, в новозаветные времена еще не так далеко произношение ушло от отеческого варианта, но теперь в византийском произношении Вифлеем очень напоминает наше традиционное произношение Вифлеем. Та же самая история с именами в новом завете. Почти все имена, чтобы они звучали привычно для нас, нужно читать не по эразмову произношению, а по византийскому, иначе, может быть, некоторые имена даже можно не узнать. Ну, просто один пример имени, Натанаэл, очень так по-западному звучит, да, но если прочитать Натанаэл, то мы с вами это имя узнаем. Так что в именах собственных это естественная особенность, в синодальном переводе именно собственные, конечно же, были воспроизведены в соответствии с византийским произношением, и если вы пытаетесь распознать какое-то не очень понятное имя собственное встретившееся вам в греческом тексте, просто задумайтесь о том, что следуя другой норме произношения его стоит прочитать, и как только вы это сделаете, так сразу окажется, что имя-то, скорее всего, вам знакомо. Ну, и давайте еще просто несколько слов посмотрим, которые тоже могут быть нам полезны, чтобы увидеть разницу в произношениях. А первое из них – Даймонион. Ну, в общем-то, конечно, и в таком варианте можно догадаться, о чем идет речь, но если вспомнить, что дифтонг Ай читается как Э, и прочитать Дэмунион, то на слово Демон, ну, такое современное, это слово становится гораздо более похожим, хотя на русский язык это слово переводится традиционно как Бес. Слово Зоэ, немного странно звучащее, но если прочитать Зои, то, во-первых, видно связь со многими русскими словами с корнем Зо, зоопарк, зоология и так далее, ну и гораздо легче вспомнить, что это слово обозначает жизнь. А следующее слово Керугма, прочитанное по размовому подходу, или Керигма, прочитанное по такому более византийскому варианту. Помните, что и это, и ипсилон превращаются в звук И. И вот здесь, почему я это слово привел, очень часто в русскоязычной литературе это слово, ну, оно обозначает проповедь, но в такой богословской литературе оно обозначает не просто проповедь, а такую квестиценцию того, что возвещают. Иногда любят говорить, и это слово используют просто вот, написанное русскими буквами, о Керигме Древней Церкви, то есть Керигма Церкви была, что Иисус есть Господь, например. И вот здесь важно, что традиционная запись русскими буквами в современной литературе это Керигма. Но это все еще прочитано как Э, ипсилон уже прочитано как И, и получается вот такое Керигма. Вы, конечно, можете возмущаться и говорить, что вам больше нравится произношение Керугма, или нравится произношение Киригма, но вот для таких слов, для которых уже устоялось какой-то вариант произношения, устоялся какой-то вариант транслитерации, наверное, было бы не очень разумно здесь устраивать войну по этому поводу, и просто транслитерировать его, использовать в речи его, в традиционно сложившемся в богословской литературе произношении. Ну и чтобы не попадать в просаг, богословскую литературу, конечно же, нужно читать, и о таких словах нужно звонать. Следующее слово, тоже, конечно, легко догадаться, но еще одна иллюстрация того, что Ай превращается в Э. В Айдагогас, который по-византийски прочитано, становится Пе-дагогасом. Ну, отсюда Педагогика, а традиционный перевод на русский язык, где-то водитель. Вообще, педагог в современном русском языке, это фактически синоним слова учитель, но Педагогас греческий, это не учитель, а тот раб, который водил ученика в школу, следил за дисциплиной и так далее, то есть скорее обеспечивал процесс учебы, чем, собственно, учил. Следующее слово, параболе, или, если мы прочитаем по-византийски, паравали, и вот почему я привел это слово, потому что параболе как раз звучит очень знакомо, слово парабола, ну, как математическое понятие, как литературный прием, переводится это слово на русский язык, как притча, но если вы прочитаете его парвали, и Бету прочитаете как В, слово перестанет звучать привычно. Почему так случилось? Не все слова к нам в русский язык обязательно пришли через Византию. Некоторые слова пришли через латинские заимствования, с запада и так далее, и там, где есть латинские заимствования, то там очень часто произношение ближе к Иразмову, чем к Рехлинову, и для таких слов, в общем-то, важно прочитать их по Иразмову. Ну и вообще, каждый раз, когда вы встретили слово, пытаетесь там разобраться с ним, может быть, найти какие-то аналогии в знакомых вам языках, которые помогут вам это слово заучить, попробуйте и то, и другое произношение, и, возможно, если одно из произношений не поможет, что-то вам не раскроет, то другое произношение поможет, и вот это слово как раз помогает увидеть, что Иразмово произношение для некоторых слов, которые не через Византию, а какими-то другими путями до нас добирались, так вот для таких слов его не стоит сбрасывать со счетов. Следующее слово Пресбутерос. Опять-таки, можно догадаться, но немного странновато звучит, однако, как только вы это прочитали, как Пресвитерос, сразу же ассоциация со словом Пресвитер, ну, буквально слово обозначает старейший, более старший, но в Новом Завете часто внимание концентрируется не столько на возрасте, сколько на таком вот положении, и вот это стандартный термин для старейшин, и потом и Пресвитеров. И последнее небольшое слово ПЮР в разумовом произношении, которое превращается в ПИР, если мы вспомним, что УПСИЛОН стало читаться как И, и вот это вот ПИР, ну, в переводе слова значит ОГОНЬ, легко увидеть в таких словах, как ПИРОТЕХНИКА, ПИРОМАНИЯ и прочие-прочие слова, связанные с ОГНЁМ. Так что, видите, тот и другой вариант. Они бывают полезными, и вот на этих специально подобранных словах, конечно же, возникает ощущение, что что ж мы вообще с разумовым произношением мучаемся, будем пользоваться Рейхлиновым, оно ближе, оно понятнее, оно связано с большим количеством привычных нам слов, но я уже говорил, еще раз просто повторюсь, на самом деле очень сложно по звучанию слова в этом произношении точно разобраться, как оно пишется, другие какие-то вот фонетические явления, они понятнее становятся, если мы пользуемся эразмовым произношением, и мы ни раз, ни два, с этим столкнемся, и это еще увидим, но вот, когда заходит речь о заимствованиях, когда мы перед собой видим слова, особенно именно собственные, какие-то названия и так далее, ну или просто, когда мы сталкиваемся со словами, с корнями, которые потом были заимствованы русским языком, вот здесь очень хорошо видна связь между русским и между греческим, если мы произносим не по эразмовому произношению, но следуем такому другому, более-менее там византийскому и близкому к современному типу произношения. Поэтому, да, вот знание о другом подходе к произношению иногда помогает лучше увидеть связь с русскими словами. Где-то мы, может быть, и будем на это обращать внимание, но стандартно в этом курсе будет использоваться принятое, традиционное и разного произношения, как будто некое, может, не идеальное, но восстановление отеческого варианта произношения и греческого языка. Продолжение следует...